Приветствую вас, братья и сестры! Хочу поинтересоваться, как вы думаете, вообще человеку нужно, чтобы ему отвечал Бог, или можно без этого обойтись? Так, по гулу в зале мне кажется, что все-таки нужно, да? А вы уверены? А на что вообще тогда человек готов, чтобы дождаться внятного ответа от Бога? Кто хоть раз в жизни пробовал пойти этим путем, тот знает, насколько это не всегда легко дается. Иногда кажется, что порой проще вообще без каких-то внятных ответов с его стороны обойтись, чем их получить. И многие так и не доходят до конца в этом пути. Текст, который мы сейчас прочитаем, он содержит в себе, на мой взгляд, практическое руководство и отображает личный опыт человека, которому Бог таки отвечал. То есть вот это тексты, другие тексты, они вообще дают нам основания думать о том, что Бог готов с нами разговаривать. Давайте прочтем несколько стихов из 65-го псалма. 65-й псалом. Похоже, что это псалом Давида. Я буду читать с 17-го стиха. Я воззвал к нему устами моими и превознес его языком моим. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Но Бог услышал, внял глазу моления моего. Простой такой вот три стиха. В этих трех стихах отображен успешный опыт. Успешный опыт человека, который дождался ответа от Бога. Не говорится, о чем он просил дословно. Не объясняет он, как Бог ответил, как он... Вообще, это очень интересный вопрос. Мы всегда хотим знать, как Бог отвечает. Вот как? Как ты понял, что Бог с тобой разговаривает? Как ты понял, что Бог тебя направляет туда или в другую сторону? И нам кажется, что если нам объяснят, как, то мы скопируем этот опыт, и у нас точно так же все будет. Но это не работает, друзья. Не работает. Бог работает с каждым человеком индивидуально. И разговор у него личный, такой сокровенно-откровенный. И ни с кем под копирку это не происходит. Что-то схожее может быть. Вот потому я даже и ценю этот текст, потому что тут не сказано, как. Тут сказан путь, сказан принцип, на что нужно обратить внимание. Человек из своего опыта описывает, как у него складывались его удачные отношения с Богом. И первое, на что я хотел бы обратить внимание, это на форму. Оказывается, форма молитвы, она может иметь какое-то значение. Здесь видно, что в 17 стихе я возвал к нему акцент устами моими и превознес его языком моим. Может быть, это не единственно правильный вариант, я не буду сейчас так утверждать, но это работающий вариант. Мы видим, это сработало. Молитва, которая не про себя, она вслух. Молитва, на которую отвечает Бог, она осмыслена молящимся, вопрошающим настолько, что он может сформулировать свою просьбу. И это, наверное, важно, потому что Христос, неоднократно мы встречаем такие вот места, где он спрашивал людей, которые приходили к нему с какой-то нуждой, он спрашивал у них очень просто и ясно, говорит, что ты хочешь от меня? Вот что ты от меня хочешь? Казалось бы, Бог, которому известно все, даже в тех подробностях, которые, может быть, человек сам до конца себе все эти связи и мотивы не может проследить. Но он все-таки спрашивает у того, который к нему приходит, говорит, что ты от меня хочешь? Кто-то хотел прозреть? Заметьте, Петру нужно было три раза вслух, вот осмысленно, при свидетелях, повторить, что он любит Христа, причем любит больше, чем другие. Вот трижды, и Петр делает акцент, Господи, ну ты же знаешь, ну ты и так же знаешь, но Христос ждал от него внятных слов, чтобы он осмыслил свою позицию и свое отношение к нему настолько, чтобы был способен это изложить в словах. Мы часто обращаемся к Богу в мыслях, и это тоже молитва. Но согласитесь, на эту молитву мы не всегда даже ждем ответ. Это, ну такая, знаете, как бы, это часть моего акта поклонения и доверия Богу, когда я мысль на Господи, да будет воля Твоя, Господи, помоги, Господи, поддержи. Мы вот это говорим, выражаем свое отношение и как бы доверяемся Богу. Это правильный, хороший процесс. Но вот та молитва, на которую подразумевается, что будет какой-то внятный ответ, вот здесь написано, что она была как-то выражена устами. Интересно, что разбойник на кресте, один из разбойников, который рядом с Христом находился, ему тоже нужно было вслух исповедовать, что Христос идет в его царство. И он говорит, помяни меня, Господи, когда будешь в царстве Твоем. И эта молитва нашла свой ответ. Я специально сейчас делаю акцент, это опыт, вот описанный в этом псалме. Молитва должна быть осмысленна. Просьба моя, то, что я хочу от Бога, должно быть мной настолько осмыслено, что я способен выразить это словами, выразить это четко, выразить это ясно, выразить это в формате просьбы. И здесь это получилось у автора. Второй аспект, на который я хочу обратить внимание, он касается облика того, кто что-либо просит у Бога, кто ждет ответа от Бога. Если бы я видел беззаконие в сердце моем написано, то не услышал бы меня Господь. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то я не услышал бы меня Господь. Оказывается, когда я обращаюсь к Богу, мне нужно быть готовым дать оценку самому себе. Этим мы занимаемся в Дни хлебопреломления. Это заповедь, что нужно, прежде чем соприкоснуться с знаками его тела и крови, нужно дать оценку себе. И вот здесь что-то похожее происходит. Тот, кто обращается к Богу и ожидает от него ответа, должен быть в состоянии дать оценку своему предстоянию пред Богом. И вот когда, я буду говорить, Давид, когда Давид так вот заявляет убежденно, если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь, у меня возникает один вопрос. Он давно меня беспокоит. И мне кажется, на него стоит попробовать дать ответ. Вопрос следующего характера. Вот мы, сегодня мы, то был Ветхий Завет, вот мы сегодня христиане. Мы кто? Мы праведники или грешники? Да, и звучит ответ праведники. Это правильный ответ. Но я хочу, чтобы мы еще раз задумались над этим вопросом. Теперь не отвечая правильно, а по факту, вот сами подумайте, как вы себя осмысливаете, кем вы себя представляете. Мы праведники или грешники? И ответить на этот вопрос очень нужно, потому что от этого зависит, как получается, как мы дальше, я думаю, увидим. От этого зависит вообще эффективность наших отношений с Богом, построение наших отношений с Богом. Я уверен, вы все знаете правильный ответ. Я его знаю. И он звучит в разных вариациях, но приблизительно так. Мы грешники, прощенные, оправданные во Христе. Так или нет, друзья? Это правильный ответ. Но вот только у меня вопрос дальше возникает. А как мне теперь жить? Как грешнику? Или как оправданному? Как у меня получается жить? Как грешнику все-таки? Или как оправданному? Тот, кто прощен, тот, кто оправдан, это юридическая сторона вопроса. Он обязан идти назад и делать свое беззаконие? Или может идти вперед и ощущать свободу от этого беззакония? Не обязан я уже делать то, что делал раньше. Мы так устроены, так Бог нас создал, это наша особенность. мы поступаем практически, живем так, как сами себя осознаем, осмысливаем. Супруга недавно пришла из одного продуктовых магазинов. Недалеко от нашего дома магазин находится. И она, говорит, оказалась свидетелем такого интересной ситуации. В магазин заходит маленький мальчик, наверное, первоклассник, может быть, ну, не так, плюс-минус. Его там все знают, он там всех знает, его знают по имени, он знает продавцов по имени. И он со всеми здоровается, такой хороший, позитивный паренек. И он проходит мимо охранника, охранник в магазине стоит и ногами разминает мешок с солью. Ну, видимо, чтобы камней не было, чтобы потом можно было расфасовать. И охранник говорит, о, Миша, иди помоги мне, давай вместе с тобой этим мешком справимся. На что Миша посмотрел на охранника, на мешок и говорит, вы что, я приличный человек, я не буду этого делать. И вот этот Миша сказал мысль, которую мы часто забываем, друзья, мы приличные люди. Может быть, жили до этого неприлично, может быть, и люди не все еще поняли наше приличие, но мы во Христе, и мы не обязаны делать то, что делали еще вчера. Если я грешник, то выйдя из этих стен, я пойду опять грешить. Если я себя осмысливаю как грешник, если на этом, вот в этом утверждении правильном грешник, оправданный во Христе, если я делаю акцент на том, что я грешник, я и буду жить как грешник. Буду. У меня другого пути не будет, это судьба моя, вот так вот я сам себя настраиваю, и это будет работать. Есть тот, кто сеет такие мысли нам в сердце. Побеждать, возрастать, преображаться, это не мой удел. Я грешник. У меня есть только одна надежда, что когда я приду в предсутствие Божье, Господь закроет глаза на мои грехи, потому что Христос пострадал за меня. Вы знаете, я очень надеюсь, что так оно и будет. Дай Господь, потому что многие из нас надеются именно на это. Писание дает нам такое право думать так, что так оно и будет. И даже если ты будешь похож, как уголек, головня спасенная из огня, во Христе мы имеем даже вот такого рода надежду. И это замечательно. Но значит ли это, что я должен жить как грешник? Нужно ли мне оставаться во грехе, чтобы умножилась благодать, спрашивал Павел. А что если, друзья, вот это вот грешник, это правда, но это вчера, а сегодня я не обязан быть таким, как был вчера. Может быть, просто кто-то сильно заинтересован в том, чтобы я жил как грешник. Иаков, часто Иаков в этом контексте его слова упоминаются, он звучит очень, ну, оправдывающе для нас то, что он говорит, что все мы много согрешаем. И вот это как бы, ну, оправдывающе, он как бы снисходительно так вот покровительственно это говорит, ну, да, я вас понимаю, все мы много согрешаем. И как бы вроде бы легче становится, что ну, да, я вот в числе этих всех. Но я, когда читаю Павла, задаю вопрос, а почему Павел был уверен, что я не раб греха? Ну, он о себе говорил и нам говорил, что мы не рабы греха. Мы не обязаны делать то, что делали до того, как встретились со Христом. Ну, нет у нас таких обязательств. Он освободил нас, Христос, от этих обязательств. Раньше вы делали беззаконие так, как будто кто-то вас влек, а теперь не обязаны вы идти по вот этому водительству. Абсолютно прав тот, кто скажет, что среди нас нет совершенных. Абсолютно прав Иаков был. Но вот дело в том, что праведнику, это мое утверждение, которое я хочу предложить сегодня для размышления, праведнику не обязательно быть совершенным. Прежде чем вы начнете спорить, подумайте об этих словах. Праведник, праведность и совершенство, это не обязательно одновременно одно и то же состояние в одном и том же человеке. Я сейчас приведу, например, Давида. Мы знаем, что Давид – это муж по сердцу Бога. Ну, нравился этот человек Богу. Вот нравился, похоже, еще с юных лет. Бог как-то его присмотрел себе для того, чтобы потом и царем сделать. А, честно говоря, я когда читаю историю жизни Давида, могу сказать так. Мне не нравится Давид, о котором я читаю в книгах царств. Давид, которого сердце я вижу в книге Псалмов, мне нравится. Но Давид, о котором я читаю в книге царств, не всегда так вот я могу сказать, что он мне по сердцу. Много людей убил этот человек. Мстительная натура у него была. Он хотел Навала со всеми его имуществом, со всеми живущими рядом с ним уничтожить, если вы помните, за то, что Навал не оказал ему почтения. Бог не допустил это. Это милость Божья. Да, через супругу Навала остановил его. Чужую жену увел Давид. Мужа этой жены подставил так, чтобы его убили. А все ради чего? Ради того, чтобы прикрыть свой грех с ней. И, честно говоря, мне не нравится такой Давид. Я когда читаю, что Бог отвечал Давиду, я тогда себя понимаю так, что, наверное, со мной он должен разговаривать каждый день, постоянно, без остановки. Я не делал того, что делал Давид. Многие из нас не делали. Но что интересно, Давид – это пример праведности в несовершенстве. Вот что интересно, друзья. Мы не можем быть совершенными, но мы можем быть праведными. Мы не можем быть чистыми полностью, но мы можем быть в таком состоянии, когда я не вижу беззакония в сердце своем. Вот сейчас, в этот момент времени. И к этому состоянию я могу стремиться. Вчера, да, я мог согрешить, но завтра я не буду и сегодня я не буду. Вот принцип, который пытается у нас украсть враг нашей души, чтобы мы жили так, как вчера, но не так, как можем сегодня или завтра во Христе. На момент молитвы, на которую не замедлил дать Бог ответ, на тот момент, оказывается, можно не видеть беззакония в сердце своем. Но так вот говорится здесь. Если бы я видел беззакония в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Смотрите, человек хорошо понимал причинно-следственную связь. Человек хорошо понимал, как это работает, с каким сердцем нужно приходить к Богу, чтобы услышать от него ответ. Он хорошо понимал и старался строить свои отношения с Богом так, чтобы достигать каких-то результатов. Когда мы во Христе, то первое, что мы понимаем, я так о себе говорю, это свои беззакония, друзья. Вспоминаете свое время? Можно вспомнить, попробовать, как мы пришли и осмысленно стали во Христе. Позволили Богу ввести нас в свою церковь, попросили Его нас простить и принять, и вести по жизни. И первое, что мы понимаем, это наше беззаконие, то, от чего нужно приходить к свободе, в которых нужно исповедоваться. Хороший пример, мне кажется, это Захей. Вот человек, который, мы знаем, он прославился тем, что был небольшого роста, но большого влияния имел в обществе, занимал какое-то положение, хотя его не уважали, положение есть положение. И он залез на смоковницу, чтобы увидеть Христа. И вот этот человек, когда со Христом какие-то начался диалог, у него разговор, первое, что он понял, он понял, что он людей обидел. Он понял, что он много людей обидел. Он понял, что как минимум половину своего имения нужно продать и раздать. он понял, что как минимум каждого, кого он знает, кого он обидел, ему нужно в четыре раза больше дать, чем он у него забрал. Что, Христос ему такие цифры какие-то рисовал? Христос ему какой-то прайс рисовал к праведности? Нет, этого ничего не было. Он сам в своем сердце понял, что ему нужно исправить. Понимание нашего положения во Христе, когда Господь открывает нашу неправду и наше беззаконие, оно приводит нас к освобождению, а не к тому, что мы начинаем корить себя, я грешник и ничего не хотим менять в своей жизни. Христос говорил, иди и впредь не греши. Иди и не поступай так, как поступал раньше. Вот это путь христианина. Путь христианина во Христе. Другого я не знаю пути. Братья и сестры, я думаю, нам нужно попробовать учиться, этому нужно учиться, переставить на себе крест и не позволять себя вводить в заблуждение, что я грешник. Может быть, да, Бог знает твои грехи, но ты не обязан в этом состоянии жить дальше. Есть свобода, и это свобода в твоем Господе. Как бы ни было, это точно, вот как бы правильно это не звучало с юридической точки зрения, что мы грешники, да, мы грешники. Однако, лукавство этого утверждения зачастую в том, что оно звучит и подается, приходит в наше сердце, в нашим разумом, в контексте нашей безысходности, в контексте нашей обреченности грешить дальше. Как бы напоминать, ты же грешник, ну, что ты куда-то торопишься? Ну, все такие, как ты, грешники. Надейся, вот только, что Бог помилует тебя, и все. Но речь не идет о нашей свободе идти вперед и побеждать. Вы знаете, когда мне напоминают, что я грешник, я радуюсь, потому что я вспоминаю, как Господь простил и как Господь дал свободу от этого греха. Иногда нужно это вспоминать, потому что ты начинаешь больше ценить и понимаешь, Господи, кто я, что ты такой великий, строишь сегодня со мной отношения. Вот с этой точки зрения нужно помнить, что ты грешник. Но с практической точки зрения, с точки зрения отношений с нашим Богом, нужно быть как свободный от греха. И можно быть. Это не нужно стараться выдавить из себя несуществующее, это наше положение во Христе, и Дух Святой направляет нас в этом направлении. Но легче оставаться грешником. Люди, которые видели, как Христос вошел в дом Закхея, начал с ним какие-то отношения строить, разговор, люди стали роптать, на Христа роптать. Роптать, что Христос, раввин, как-то претендующий на какую-то праведность, он вошел в дом грешного человека. Закхей в глазах окружения его был грешником, грешным человеком. Христос зашел в дом грешника. И люди ропщут на этого Христа, и, наверное, и на этого Закхея. И вот тут Закхей встает и заявляет вот это то, что он меня напоминал. Он говорит, Господи, кого половину имения продам, раздам нищим. Кого обидел, воздам вчетверо. Слушайте, это не грешника слова, друзья. Это действие, это настроение далеко не грешника. Образ грешника, имидж грешника, память о нем, как о грешнике, еще годами будет в народе. Годами еще будут смотреть на него подозрительно, на того Закхея. Но отныне он будет жить уже не как грешник, а как тот, кто встретился со Христом. И потихонечку будет исправляться эта память. Будет, если мы идем по этому пути. Я думаю, если уж Давид мог не видеть в своем сердце беззаконие и получать ответы от Бога, Давид, образ его я вам напомнил, то коль паче ты, друг мой, ведь ты во Христе, мы можем быть в этом состоянии. Я думаю, чтобы нам было проще, нам вообще не стоит думать о юридической стороне праведности. Ну, вспоминать об этом стоит, как бы напоминать себе, но просто нужно действовать и жить так, чтобы не вляпаться в беззаконие. Я говорю простым таким языком, не книжным. Чтобы не видеть его в своем сердце. Может быть, ты что-то не увидишь, может быть, ты где-то что-то сделаешь неправильно, и скорее всего, так и будет, ты можешь обидеть кого-то и даже не осмыслить этого. Но ориентир на то, что ты видишь, с этим ты разбираешься. Чтобы не видеть, чтобы его не было. Не закрыть глаза, не отмалывать, ладно, мне показалось. Нет. Речь идет об осмысленной работе над своим сердцем. И не только перед хлебопреломлением, страхи, что завтра заболею после хлебопреломления. Бог накажет. Это хороший страх. Это страх, удаляющий от зла. Но он уместен каждый день. Вот если так жить, тогда и разговор с Богом будет складываться совсем по-иному. Тогда и можно будет ориентироваться на его ответы. В 19 стихе мы прочитали. «Но Бог услышал, внял глазу моления моего». Вот кратковременный процесс такой, путь я воззвал к нему, оценил свое сердце, не вижу причин Богу не отвечать. И Бог ответил. Бог удостоверил, что ты кеда, на этот момент ты чист и свободен. Я так понимаю развитие мысли в этом тексте. Бог ответил. Это возможно. Просто нужно быть ориентированным на его ответ. Ориентированным настолько, чтобы быть способным выразить свою мысль, свою просьбу, вслух. Уделить на это время, обдумать свое положение перед Богом. Взвесить в каком-то состоянии сердца. Подумать, кто ты. Грешник или все-таки ты во Христе праведник, оправданный. Да, ты юридическая, вся сторона вопроса, не надо о ней забывать. Но живи, как тот, кто свободен, а не как тот, кто раб. Ну и я в заключении хочу еще раз вспомнить мальчика по имени Миша. Друзья, мы приличные люди. Мы не обязаны этого делать. Это поможет нам Господь. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова